Конструирование, электроника, робототехника и проектное программирование. Детский технический центр в Ульяновске работает по четырем направлениям с 2007 года. Тогда Анастасия Шлындова впервые презентовала свою идею о создании пространства для занятий юных ульяновцев. В этих стенах в свободное от школы время ребята не только знакомятся с теоретической частью точной науки, но и создают реальные электросхемы устройств, используемые на производстве и в быту, собирают механических помощников и пишут программы к своим проектам. Расширить площадку и возможности помог нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка предпринимательской инициативы. Мы получили грант и потратили его на оборудование для занятий с детьми. Это ноутбуки, экран, проектор и цветной принтер. У нас, ребята, очень много, много занятий и в других помещениях они оформлены больше как классы, но построены. Здесь мы хотели сделать пространство, в котором можно еще проводить мероприятия разные. И праздники, и инженерные мастер-классы. Детский технический центр работает в трех филиалов. Один из них – в Засвияжье. Сюда ходят больше двухсот детей. За новым оборудованием будут заниматься ребята от семи лет. Те, кто уже успел оценить возможности современной техники, рады модернизации. Для многих это возможность научиться понимать язык программирования и даже определиться с будущей профессией. Это развивает мышление и логику. Больше вспоминаешь, больше узнаешь. В жизни можешь пригодиться, потому что сейчас многое делается в интернете. Потом, когда выучусь, еще заработок будет большой. В планах у руководства центра выйти со своей идеей за пределы региона. А новый проект посвящен тиражированию книги по электронике и программированию. Цель развивать свой бизнес ставят и другие предприниматели региона. На финансовую поддержку могут рассчитывать ульяновцы, которые прошли профильное обучение и готовы к реализации проектов. Так, фонд финансирования промышленности и предпринимательства в текущем году одобрил более двухсот микрозаймов на общую сумму порядка четырехсот пятидесяти миллионов рублей. По направлению регионального фонда развития промышленности. Еще 15 займов выдано на 309 миллионов рублей. Плюс Министерство экономического развития одобрило 15 грантов начинающим предпринимателям. В основу их проектов легла концепция создания социального бизнеса. Начиная с декабря этого года будет открыт прием заявок на 2024 год.